Полтысячи чтецов в Барнауле любят поэзии, потому в день рождения Пушкина вспоминают великие строки. Эй, пошел гимщик! Нет мочи, коням барин тяжело, к югам не слепает очи, все дороги занесло. Александр Сергеевич был очень не сдержанным на язык и безумно вспыльчивым. Из-за шутки, кстати, он на дуэль вызывал друг Кухельбекер, но тогда пистолеты зарядили клюквой. У поклонников появился шанс. Сюда эти люди приходят десятый год. Строки из бесов, Дубровского или Утопленька наизусть тут знает каждый второй. Оттого и выбирают лучшего. Всего как раз 500 видеороликов и отсмотрело жюри. Директор Пушкинской библиотеки в Барнауле говорит, что сегодня победители уже другие. Более стало раскрепощеннее, что ли, артистичнее, эмоциональнее. То есть детки уже, вот знаете, они перенимают другую культуру. Культуру сценического исполнения. То есть это не просто классическое исполнение стихотворения, да, а это еще артисты. Посмотри, вон, вон играет, дует-люет на меня, Вон тебе враг толкает одичалого коня. Там верстой он небывалый, он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал на тьме пустой. Среди любителей поэзии есть и целый литературный клуб «Родное слово». Его участники уже постарше и жить торопятся, и чувствовать спешат. Но помнят то время, когда впервые прочли стихи Александра Сергеевича. Я вот с 40-го года, конечно, отец у меня был коммунист, он хлеб простил, агронома. У нас дома были даже в то время стихи Пушкина, томики. Но среди победителей все-таки школьники. Ее лучшим стал Тимофей Красков. Ему всего 7 лет. Но он знает, о чем говорит. Это такой стих, когда страшно в степи. Пушкин выбрал такое стихотворение. Он написал его, как люди испытывают свой страх. Тургенев считал стихи Пушкина лекарством от депрессии. Его совет был таков. Читать день не менее десятка для хорошего настроения. Тимофею хватило одного, чтобы осчастливить себя и всех вокруг. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.